здравствуйте друзья с вами надежда вячеславовна преподаватель курсов кройки и шитья сегодняшняя тема это раскладка выкроек брюк на ткани причем правильная раскладка выкроек без ошибок если вы допустите ошибку при раскладке выкроек на ткани у вас швы будут перемещаться боковой шов на брюках и шаговый шов на брюках будет перемещаться в какую-то сторону то есть либо боковой шов будет перемещаться на переднюю деталь или на заднюю также шаговый будет перемещаться либо сдвигаться на переднюю либо на заднюю деталь если вы выкроете таким образом то вы испортите сразу же данную вещь Итак, сейчас я на доске покажу схематично раскладку выкроек на ткани. Вот здесь у нас задняя половинка, вот она долевая линия. На выкройках мы называем линии, на ткани это долевые нити. Вот передняя деталь, вот она линия за утюжки, это и является долевой линией на выкройке. Так вот, вот эти долевые линии на выкройках должны быть строго параллельно долевым нитям на ткани. Это правило. Предположим, что доска это стол и чертеж будет изображать сложенную вдвое ткань, в два слоя. Вот так значит здесь у нас сгиб ткани. Сгиб ткани. Внизу у нас будут кромки совмещенные. Мы складываем ткань в два слоя, совмещая две кромочки. Вот посмотрите, здесь сгиб ткани, здесь кромки. Ну, как вы знаете, что вдоль кромок, вдоль кромок проходит долевая нить. Здесь проходит нить утка, поперечная, это долевая, это знак, вот это знак долевой нити. Это знак поперечной, здесь поперечная. Проходит поперечная нить, вот так я изображу, вот два слоя ткани, вот так, вот он сгиб, вот мы здесь согнули, это сгиб, вот так. Теперь по сгибу тоже проходит долевая нить. Вот она тоже долевая нить. Это знаки долевой нити. Иногда, хочу предупредить, что иногда бывает ткань неровная, неравномерная, так скажем, да, по ширине. Когда вы сложите ткань в два слоя, обязательно измерите в начале отреза расстояние от сгиба до кромок. И с другой стороны должно быть одинаково. Если не одинаково, получается, вы должны это учитывать. Так, теперь, значит, я изображу детали, переднюю и заднюю деталь. Обычно мы кладем ткань сгибом к работающему, но нет единого правила класть ткань сгибом к работающему или кромками к работающему. То есть будет и так, и так правильно, но нас учили всегда, что нужно сгибом класть к работающему ткань. Значит, если вы разложили таким образом ткань, берем вначале переднюю деталь и прикладываем переднюю деталь. Она будет около сгиба. Хотя, я еще раз повторюсь, это не принципиально. Вот это передняя деталь. Я здесь не прочерчиваю линию сиденья, линию бедра, линию колена. Я просто сейчас вам объясняю, как раскладывать. Нам сейчас важна именно долевая нить, линия заутюжки. Так вот, вы должны взять, когда вы приложили деталь, положили на ткань, нужно от сгиба до линии заутюжки в верхней части выкройки, от сгиба до линии заутюжки в нижней части выкройки измерить лентой сантиметровой или же линеечкой. И вот это расстояние, вот она лента сантиметровая, да, вот она, вот это расстояние должно быть обязательно равно. Теперь расположим, разложим заднюю деталь. Если у вас размер брюк маленький, то есть объем бедер не превышает 100 сантиметров, вы сделаете раскладку, деталь рядом с деталью. То есть верх у вас будет с одной стороны, низ будет с другой стороны. Если же объем бедер превышает 100 сантиметров, то нужно сделать раскладку выкройки задней, клин в клин называется. То есть перевернуть заднюю деталь и расположить ее. Обычно так, когда у нас объем бедер превышает 100 сантиметров, мы ткани берем немножко больше, для того, чтобы именно покроить клин в клин. То есть задняя деталька, верх задней детали, немножечко выступает за низ, вот низ передней детали. Мы берем сантиметров на 20 ткани больше, а иногда бывает, если объем бедер очень большой, то мы берем две длины брюк, две подгибки, и плюс еще баланс на заднюю половинку, и плюс еще на швы сверху, на линии талии. Вот это когда очень большой обхват бедер. Так, ну мы рассматриваем как бы средний вариант. Например, где-то объем бедер 104, да, то есть ПОБ 52. Тогда мы возьмем ткани сантиметров на 15-20 больше. Мы когда расчет делаем брюк, мы берем длину брюк, плюс подгибка внизу, плюс на шов вверху, плюс баланс на задней половинке брюк. Это обычно, когда до, примерно до 100 сантиметров, да, объем бедер. Если же объем бедер превышает, мы тогда уже дополнительно берем ткань. И делаем раскладку, раскрой делаем, клин в клин называется. Это будет вот таким образом. Задняя деталька, она вот так выступает. Вот так. Вот так. Таким образом. Это долевая у нас проходит. Я также никаких линий здесь не намечаю. Это все образно так получается. Вот это у нас передняя деталь, это задняя деталь. Так вот, обязательно нужно, чтобы у нас вот эта параллельная нить и параллельная линия на выкройке были строго параллельны. Это мы тоже измеряем вот так. Внизу выкройки и вверху выкройки. И у нас должно быть расстояние одинаковое. Это будет вот так. Вот она, линеечка или сантиметровая лента вверху. Так же внизу детали. И они должны быть одинаковые. Поняли, да? Вот это расстояние от кромки до линии заутюжки, то есть до долевой линии. И от долевой нити от кромочки вверху до долевой линии должно быть обязательно, обязательно равно. Вот тогда у вас не будет никаких перекосов брюк. Тогда вы сошьете, выкроете, правильно раскроете, сошьете, конечно же, без ошибок. Ну вот, сегодняшняя тема. На этом все. До свидания. До следующих встреч.